И давайте вспомним о маленьком, очень недорогом, но очень важном устройстве, Mega Key. В детстве меня всегда пугала эта путаница с регионами картриджей для Mega Drive, а также необходимость ещё и покупать дополнительный аксессуар, чтобы поиграть на картридже другого региона. И меня очень радовал тот факт, что на Super Nintendo такой неразберихи не было. Сначала. Всем привет. Это продолжение истории с 90-х о моей приставке Super Nintendo. Если кто не видел первую часть, обязательно переходите по ссылке тут. Да, в магазинах Dendy в продаже приставки были PAL региона, и картриджи по первой тоже были только PAL региона. И хоть в одной из передач Dendy новой реальности мелькала в кадрах американская консоль с картриджами для неё, были упоминания американских SNES и в журналах с одноимённым названием. Но в Волгограде таких приставок и картриджей никогда не видел. И если речь шла о Super Nintendo, то как правило PAL был стандартом. Но всё изменилось, когда весь ассортимент картриджей заменили китайские подделки. Китайские картриджи могли быть как PAL региона, так и NTSC. И если мой первый китайский картридж в Mortal Kombat 3 работал в моей PAL приставке, то со следующей своей покупкой пришлось обжечься. В какой-то момент, видимо после дня рождения, у меня скопились какие-то деньги, и я решил потратить их на приобретение нового недорогого картриджа для SNES. Я выбирал в ближайшем магазине Dendy в том самом универсаме, где покупал саму консоль и картридж Mortal Kombat 3. Выбирать приходилось из самого дешёвого сегмента, на тот момент что-то в районе 130 тысяч рублей. И выбор мой пал на игру X-Men Mutant Apocalypse. Это достаточно середнячковый платформер Beat'em Up. Но вообще игра считается одной из неплохих 16-битных игр по людям X. Выбери 5 персонажей, у каждого вначале свой уровень. А далее героев можно выбирать, учитывая их особенности и суперудары. Проблемой моего нового картриджа было то, что он был NTSC региона. В то время в магазинах Dendy на полках уже практически не осталось лицензионных пал-катриджей. И выбирать приходилось только среди китайских подделок. Но игра запускалась в моей приставке. И можно даже было поиграть на первых 5 уровнях, которые выбирались главным героем. Но вот пройти любой из этих уровней было нельзя. Игра просто ресетилась и появлялось сообщение, что картридж другого региона. И он не будет корректно работать в пал-приставке. С этой проблемой мне пришлось ехать в центр города, в сервис-центр магазинов Dendy. Там мне объяснили проблему, а также то, что для ее решения необходим специальный переходник-ключ. Но гораздо большей проблемой на тот момент было то, что этих ключей в продаже попросту не было. Обменять картридж не получилось. В ту же цену я не смог выбрать ничего подходящего. И пришлось просто сдать этот картридж обратно. После этого случая родители решили добавить мне денег. И мы с батей поехали в центр города выбирать новый картридж для SNES. Тогда в магазине Книголюб я впервые увидел игру Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest. В первую часть игры Donkey Kong Country, которая была широко разрекламирована, я очень мечтал поиграть. Когда мы покупали Super Nintendo, картридж стоил достаточно дорого. И вместе с ценой на приставку нам на него не хватало. И тогда мне пришлось удовольствоваться игрой Batman Returns. Но я продолжал надеяться и верить, что когда-нибудь смогу поиграть и в Donkey Kong Country. Но увы, когда выпала возможность купить новый картридж, их в продаже уже не стало. И вот теперь, спустя почти два года, я вижу в продаже вторую часть. Конечно, пиратскую, но по доступной цене. Смотря на неё в магазине, по телевизору, конечно, я был очарован. Перечислять достоинства серии Donkey Kong Country на Super Nintendo, наверное, бессмысленно. Это игры, в которые просто надо поиграть. Они заманивают даже не графикой, которая считается одной из лучших на SNES. А скорее своим геймплеем. Это динамика, разнообразие, очень мягкое, отзывчивое управление. И, пожалуй, идеальный баланс сложности. Я уже был обрадовался. Вот вторая часть Kong'ов будет у меня. Но потом мой взор упал на саму консоль, которая воспроизводила игру. И радость моя ушла. Картридж работал через ключ. И опять же, этих ключей в продаже нет. Это было для меня просто диким разочарованием. Попытки поискать этот ключ в соседних торговых точках Dendy тоже ничего не дали. Нигде не было этих ключей. Вот так мне не везло с Kong'ами. Но во вторую часть выпала всё же возможность поиграть и пройти. Правда, уже под конец 90-х. Увидя картридж у знакомых, мне удалось его выпросить всего лишь на несколько дней. Но этого времени мне хватило, чтобы пройти игру. И до сих пор быть от неё, да и вообще от всей серии в восторге. До сих пор мурашки по коже от 16-битного гитарного рифа. Когда заканчиваешь уровень за Dixie. Ну а в первую часть на приставке удалось поиграть уже с появлением eBay и возможности привозить картриджи из-за рубежа. Конечно, картридж Donkey Kong Country был одним из первых, которые я заказывал. Наверное, это своеобразное олицетворение в исполнении, упущенного в детстве. КНИГАЛЁБ Магазину книголюб стоит отдать должное. Там хоть и не было ключей в продажу, но по крайней мере там сказали, что для игры Donkey Kong Country 2 ключ просто необходим. А вот людей X в универсами мне продали, не сказав ни слова, что картридж другого региона. И он не будет корректно работать в пал приставки. Да ещё и заслали в сервис, когда я к ним вернулся с проблемой постоянных ресетов. после прохождения любого из уровней. Обломавшись с Конгами, я остановил свой выбор на игре Earth Sword Gym 2. Я о ней тоже был весьма наслышан, и мне она очень нравилась. Катридж подходил к пал-приставкам, но, как выяснилось позже, игра всё равно пострадала от пиратов, так как была коцнутая. Gym 2 — единственный пиратский катридж, который сохранился у меня с 90-х. Вообще, история появления этих пиратских катриджей на Super Nintendo в 90-е достаточно любопытна. И мне кажется, она связана с закрытием самой фирмы Stipler, о чём тоже существует достаточно много мнений и мифов. Была ли продажа контрафакта, да ещё и по цене оригинала и инициативой самих Stipler, либо же дилеры находили себе новых поставщиков, когда Stipler уже не стало. Это достаточно интересный вопрос. Просто кажется странным, что заключив массу контрактов на поставку оригинальной продукции по видеоиграм, предумышленно всё было настолько похерено. И тут речь не только о знаменитом контракте с Nintendo. Stipler заключала соглашение с производителями видеоигр, в том числе с Acclaim и даже с Konami. Об этом писали в журнале «Новая реальность». А в передаче шла речь о подарках покупателям от производителей игр. «Фирма Dendy устраивает в своих магазинах великолепную и очень смелую раздачу. Раздачу всяких игрушек и прибамбасов фирмы Konami. Но, конечно же, не всем. Только тем, кто будет делать там интересные такие значительные покупки». Да и в турнире по «Killer Instinct» Сергей Супонев раздаривал зрителям аналогичный мерч. Кстати, по передачам «Дэнди. Новая реальность» можно заметить, что Сергей Супонев с большей теплотой относится к СНЕСовским картриджам. Он всегда призывал к аккуратности и бережливости. «Я всегда все свои картриджи кладу в пакет, в коробку вот так аккуратненько, потом в эту коробку кладу все инструкции и закрываю на шкаф, потому что я вам открою маленький секрет». Видимо, знал, так как бывал за рубежом и даже приобретал там консоли, что оригинальный картридж всегда будет представлять ценность и коллекционный интерес. Были моменты в передаче, где Сергей практически открыто говорит об этом. «Вы этот картридж, если он будет в таком идеальном состоянии, с инструкцией, с пакетом, с коробкой, и, конечно, ни царапан, ни битой, вы его спокойно можете продать». Хотя на самом деле 8-битные картриджи со слоном тоже будут ценнее представлять большой коллекционный интерес, как часть нашей отечественной видеоигровой истории. Но я совсем увлекся историей картриджей. Пора вернуться к Джиму 2. «Земляной червяк Джим 2» – очень красочный и забавный платформер. Игра каждым пикселем напичкана юмором и приколами, а также весьма разнообразный геймплеем. Достойная игрушка в библиотеке игр как с NES, так и Mega Drive. Но вот только игра достаточно простая и очень быстро проходится. И по сравнению с первой частью я часто недолюбливаю именно за это. Почему-то принято считать версию на Mega Drive лучшей. И одно время я тоже так думал, когда удалось поиграть в Джима 2 на сеге. Я был удивлен, звукового оформления в игре гораздо больше. А на SNES на многих моментах мой Джим молчал. Молчала даже гармошка в самом начале, издавая только какие-то щелчки. Молчали коровы между уровней. Но дело оказалось вовсе не в версии, а в пиратах. Видимо для экономии места на картридже, либо по другим причинам. Но часть звуков в моем пиратском картридже отсутствует. Но в оригинальной версии для SNES все эти звуки есть. После того, как мне удалось поиграть в нормальный оригинальный картридж в Джим 2, я поменял свое мнение и теперь считаю версию для SNES лучшей. В первую очередь дело в возможности переключать оружие, чего в версии для Mega Drive делать нельзя. Это, конечно, не сильно сказывается на геймплее, так как уровни чересчур разнообразные. И после первого идет череда уровней, где собранным оружием воспользоваться не получится. На втором у Джима только бластер, помощью которого нужно бурить песчаные преграды. Третий уровень со спасением щенков, и оружие не нужно вовсе. Четвертый уровень под водой, и у Джима вновь только лишь бластер. На пятом уровне Джим летит на своей ракете и использует оружие на ней. Шестой опять щенки. И вот только на седьмом уровне, где нужно таскать коров, можно вновь воспользоваться оружием, собранным на первом уровне. Но только при условии, что ни одной жизни на протяжении всех этих уровней потрачено не было. Да, игра на SNES дает возможность протащить барнбластер-пушку, которая убивает всех на экране к концу игры, если не терять в игре жизни. И даже можно использовать ее против боссов. Знаете, что произойдет, если шарахнуть из барнбластера по боссу Флэмель Ян? А ничего, босс исчезнет, а Джим навечно застрянет в лимбо на пицце. Мне до сих пор интересно, неужели этот глич в игре и разработчики не предусмотрели возможность пронести оружие до боссов, не потратив жизни, что на самом деле не так уж и сложно. Можно сжахнуть из барнбластера и по психоворону на последнем уровне, и спокойно добежать в одиночестве. В данном случае уровень доигра в целом благополучно завершается. В любом случае, возможность менять оружие это преимущество в игре, и версия для Супер Нинтендо в данном случае безусловно выигрывает. А вот на Мегадрайв барнбластер практически бесполезен. Он даже назойливую солонку не в состоянии уничтожить, не говоря уже о боссах. Что касается графики, то версия на SNES местами богаче прорисовками и задниками. На втором уровне лучше реализовано освещение. Но всё же версия для Мегадрайв выглядит не сильно хуже. Последний уровень на консолях разный, и тут Мегадрайв версия выглядит даже привлекательней. Но сложнее, так как разрушать препятствия придётся подобранным оружием, без возможности его заменить. Как это можно сделать на SNES? Но в целом на Супер Нинтендо игра всегда казалась не чуть сложнее, чем на Мегадрайв. К примеру, на SNES заметно длиннее дистанция на уровнях со щенками. А музыка в игре шикарна, подбор мелодий великолепен. Даже есть классические мелодии, в том числе две части Лунной Сонаты Бетховена на четвёртом и последнем уровнях. Что касается музыки, это, конечно, очень субъективный вопрос. В прошлом своём видео про SNES я сравнивал музыку в игре Mortal Kombat 3 и отдал предпочтение версии на Супер Нинтендо. Но было очень много комментариев, что на Мегадрайв она всё же звучит лучше. На этот раз я не буду выражать собственную точку зрения, лишь дам возможность сравнить. А вы пишите в комментариях, на какой консоли Червяк Джим 2 звучит лучше. Супер Нинтендо. Супер Нинтендо. Джим 2 был последний купленный картридж для Супер Нинтендо, но был далеко не последней игрой, в которую удалось поиграть. В то время через одноклассников меня познакомили с тем самым товарищем, о котором я рассказывал в своём первом фильме. Он несколько месяцев подрабатывал и купил себе приставку SNES. После знакомства мы стали меняться картриджами. Одной из первых игр, которую я взял поиграть, была Янг Мерлин. Забавная адвенчу-бродилка про юного волшебника Мерлина. Я настолько увлёкся, когда писал сценарий к данному видео по этой игре, что в итоге выпустил по ней отдельный ролик. Обязательно посмотрите. Super Star Wars Return of the Jedi Последняя из трёх игр по вселенной Звёздных Войн. Это эксклюзивная серия, выходившая только на SNES. Игрушки неплохие, но примечательны своей достаточно высокой сложностью. Я возвращение джедая в детстве так и не осилил, но в любом случае это игры, к которым периодически хочется вернуться и пройти таки всю серию. Indiana Jones Greatest Adventures Одна из игр, про которую я не помню ничего. Но точно помню, что была и что в неё пытался играть. Либо так не зацепило, либо настолько не было времени погрузиться в игру, когда у меня был этот картридж. Я уже, наверное, не вспомню, в чём причина. Я помню, что товарищ ездил меняться картриджами на птичий рынок. И после того, как он выпросил у меня флэшбэк, я очень не любил её кому-либо давать. Он в том числе стал учитывать мои пожелания, во что поиграть. Таким образом, я наконец-то добрался до игры, о которой помимо Данки Конга очень мечтал. Конечно, это был своеобразный взрыв мозга. И дело не только в графике, как думают многие. Да, безусловно, для SNES она шикарна. Но в первую очередь Killer Instinct очень атмосферная игра. Она на самом деле погружала в эту эпичность футуристических соревнований. И этому способствовало всё. И разнообразность персонажей, великолепный саунд, вышеупомянутая революционная графика для 16-битного файтинга и достаточно продвинутая боевая система и добивание в виде ультра-комбо. Было забавно, когда мы с друзьями ещё не умели играть, и эти ультра-комбо у нас получались случайно, доводя нас до восторга. Да что там, мы были в восторге, даже когда впервые увидели игру в передаче Dendy новая реальность, где показывался достаточно унылый геймплей. Я вот не представляю, что бы было с нами, если бы нам тогда в передаче могли показать, на что действительно игра способна. в жизни. Я предложил насовсем поменяться на какой-либо из моих картриджей, так как Killian Instinct очень зашёл, но товарищ запросил за него флэшбэк, от которого он в свою очередь тоже был в восторге. Это был очень тяжёлый выбор, и я был намерен отказаться. Флэшбэк был моей любимой игрой. Кроме того, был оригинальным в коробке с полным комплектом и русской инструкцией. Я уже тогда начинал понимать, что к чему в этом плане. Киллер же был Галыш, пиратка с криво наклеенной наклейкой и очень замызганный. Но мои друзья начали конючить. Ну, Killer Instinct, нахрен твой флэшбэк? И они меня уговорили. Снова после МК-3 началась жара. Мы собирались с друзьями после школы у меня резаться в Killer Instinct. Но освоение игры шло заметно быстрее, если сравнивать с МК-3. Почти все суперудары и даже ультракомбо мы выудили из игры сами. Часть информации взяли из 22 номера журнала Дэнди Новая Реальность. У меня были листики из ежедневника, куда я всю информацию записывал. Они даже сохранились. Нас очень привлекала боевая система игры, которая кардинально отличалась от Mortal Kombat. Ну, во-первых, каждый персонаж сильно отличался от других и имел свою тактику боя и удары. В Mortal Kombat более-менее научившись играть одним, гораздо легче осваивать другого. В любом случае те же подсечки, апперкоты, броски и удары с разворота. В Killer Instinct, научившись играть одним, можно совершенно не уметь играть остальными. Основа тактики боя это пробить защиту противника, правильно реализовав нападение. А дальше выдавать связку ударов, которая не прерывая этого комбо может продолжиться новым нападением. Тем самым можно выдавать связки в течение боя более 20 ударов за раз, так называемый киллер комбо. Не путайтесь с ультра. Ультра комбо это лишь разновидность добивания, но не серия более 20 ударов, как думают некоторые. Примечательно то, что противник всегда уязвим и лучшей защитой пожалуй является нападение первым. Уязвим потому, что нельзя поставить стопроцентный блок от нападения. Если ставить блок стоя, игрок уязвим от нападения снизу. Если же ставить блок сидя, то противник может начать комбо напав сверху. В то же время неудачное нападение это хороший шанс напасть противнику. Нападение в игре можно разделить на три разновидности. Те, в которых доминируют комбинации начинающиеся на вперед-вперед. Они наиболее простые и персонажи с ними как правило наиболее популярны. Это Синдер и Спайнал. Вторая разновидность нападений назад-вперед или вперед-назад. Таких нападений в игре пожалуй больше всего. Третья разновидность это полукруг на крестовине. Такие нападения наиболее сложные. Больше всего их у Джейджо или Яга как мы называли его в детстве. Что касается добиваний, то ультра комбо смотрелись в детстве поэпичнее, чем фаталити в Моркинг Комбо 3. Конечно, сделать из противника кашу быстрый чередой ударов, да еще и в большом количестве это был взрыв мозга. Может недаром в ультимейт-версии МК появились бруталити. Есть в игре и своеобразные фаталити, так называемые ноу-мерси. Но тут по сравнению с МК они уже не такие зрелищные. Есть хумилейшн, который заставляет противника танцевать. А также ультимейт серии ударов, которые заканчиваются на умерсе. Это добивание приносит много очков. Его мы использовали, когда соревновались за таблицу рекордов. Да, киллер был интересен и этим, и мы с друзьями ставили рекорды, кто быстрее провел бой, кто продержался больше раундов, набрал больше очков. Ну и конечно мы мерились с друзьями у кого длиннее. Комбо. Именно поэтому ультимейт Mortal Kombat 3 прошла мимо меня и близко я остался знаком лишь с оригиналом третьей части. В то время, когда ультимейт набрала огромную популярность, когда в нашей игротеке все поголовно играли в ультимейт МК 3, мы с друзьями лезвались в Killer Instinct. Сейчас я редко играю в файтинги, в основном с друзьями и для фана. Но даже сейчас лучшая серия файтингов для меня это Killer Instinct. Одно из последних игр на SNES, в которые мы активно играли в конце 90-х, была International Superstar Soccer. Это достаточно добротный 16-битный футбол. Хотя даже не так. Это, пожалуй, лучший 16-битный футбол из всех, которые мне впоследствии удалось поиграть. Konami, как всегда, на высоте. И пусть игроки в сборных с вымышленными фамилиями, но во всем остальном у игры, как у 16-битного футбола, пожалуй, нет недостатков. Я вообще достаточно сносно всегда относился к спортивным играм. Очень любил Track and Field, пример игры, где можно здорово читерить турбокнопками. Классная игра для семейных посиделок. Помню, лучше всех играл мой дядя. Blades of Steel 8-битный очень забавный хоккей. Да и вообще переиграл массу спортивных игр, очень многие из которых нравились. Но вот 8-битные футболы мне как-то не заходили. Ну разве что Pumio Kunno Niketsu Soccer League, которая больше известна по пиратскому названию Goal 3. Но это весьма специфичный футбол, там гораздо больше мордобоя, нежели спорта. А вот World Cup Soccer, который был достаточно популярен среди моих товарищей, мне не очень нравился. А к игре Soccer от Nintendo теперь вообще сложно относиться как к футболу. Хотя, признаться, я был и от нее в восторге, когда впервые увидел после футбольных игр на компьютере Vector 06C. Я уже не раз в своих роликах поднимал тему о восприятии видеоигр и как оно меняется со временем. Но SNES'овский International Superstar Soccer очень зашел, и мы провели за немного времени. Конечно, не всем моим друзьям нравилось играть в футбол на SNES, как это было с МК3 или Killer Instinct, но зато в футбол любил поиграть и мой батя, и временами это было весьма забавно. К 2000-м, конечно, интерес к Super Nintendo, да и вообще к 16-битным играм потихоньку угасал. Все больше людей стало приобретать персональные компьютеры, а первая PlayStation набрала просто огромнейшую популярность. Конечно, видеоигры менялись, появились хорроры, гонки наконец-то стали похожи на гонки, но не всегда игры эволюционировали в лучшую сторону, тем самым не дав позабыть 16- и 8-битную классику окончательно. И этого, наверное, уже никогда не произойдет. И это не только часть видеоигровой истории, но иногда хорошая идея и примеры играбельности и качества игры в целом. И дело ведь не только в графике и тому подобному, дело просто в желании играть в хорошие игры. А хорошие игры есть на разных консолях разных поколений. Возможно, именно поэтому ретро-гейминг достаточно популярен. У меня в начале 2000-х приставки еще были подключены к телевизору. Я даже нашел этому видео подтверждение. Кстати, со временем флэшбэк таки вернулся ко мне обратно. Но это очень длинная история. Связано с тем, что товарищ продал свою SNES со всеми картриджами другому человеку. Не жалею ли я, что выбрал SNES, а не Mega Drive? Нет, я ни о чем не жалею и ничего бы не стал менять, если бы была такая возможность. Да, скорее всего, на Mega Drive я бы смог познакомиться с большим количеством игр. Но знакомство со SNES тоже было достаточно ярким и понесло очень много впечатлений и просто детской радости. Хоть и удалось поиграть на консолях в 90-х лишь полтора десятка игр. Я благодарен своим родителям, что дали мне в детстве такую возможность. Благодарен и фирме Стиплер, которая, как ни крути, дала жизнь отечественному консольному геймингу. Хотя многие сейчас придерживаются мнения, что Стиплер впаривал нам подделки и злостно обманывал. Обвиняют в этом даже Сергея Супонева. С другой же стороны, Стиплер обвиняют в том, что оригинальная и дорогая SNES была никому не нужна. По моему мнению, в этой истории как раз прослеживается какая-то золотая середина. Стиплер дал возможность играть не в подделки, а в современной востребованной на тот момент консоли. В то же время дал практически каждому из нас возможность скопом и не очень дорого изучить восьмибитные игрушки. Ну а Супонев никого не обманывал, а просто делал наше детство более красочным и ярким. Он был для нас как второй папа, старший брат, как хороший, добрый друг. Светлая ему память. Вот такая получилась история о моей консоли Супер Нинтендо. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. У меня еще много интересных историй. С вами был Евгений. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Не переживай. Про тебя у меня тоже есть что сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok